Аварий в этом году стало меньше. По крайней мере за последние 7 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, их число сократилось на 8,5%. Практически на четверть уменьшилось количество людей, погибших в ДТП. Эти данные были озвучены в заседании по безопасности дорожного движения, которое проводил первый заместитель губернатора Алексей Конышев. Но отрицательная статистика все же наблюдается в Ковровском, Муромском, Александровском, Меленковском и Кольчугинском районах. Здесь аварийность выросла. В целом по области детская смертность снизилась, но без трагических случаев все же не обошлось. Три ребенка погибли. Это у нас минус 40%. Нарушение правил обгона. Значит, два ДТП. У нас в Александрове погиб 11-летний мальчик, пассажир не пристегнут. Юрий в Польском, 14-летний мальчик, пассажир не пристегнут. Отдельный разговор зашел о трассе М-7. Строительство новых развязок, надземных пешеходных переходов. Все это привело к значительному снижению аварий на магистрали. Их стало меньше на 26%. А смертность упала практически на 40%. А вот с остальными дорогами в области есть проблемы. Только за 7 месяцев зафиксировано 324 дорожно-транспортных происшествия, к которым сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия. Вместе с тем в адрес УГИБДД поступают жалобы от населения. В этом году было 405 таких жалоб. В основном беспокоят дефект асфальтового покрытия дорог, отсутствие разметки дорожных знаков, в том числе около образовательных учреждений. Особое внимание Алексей Конышев уделил вопрос обеспечению области школьными автобусами, для чего Департаменту образования поручено разработать детальный нормативный документ, призванный в принципе не допускать возникновения такой проблемы, как нехватка школьных автобусов. Сейчас Департамент образования просит порядка 50 транспортных средств. Этого хватит, чтобы не только купить недостающие автобусы, но и обновить старый парк. Дмитрий Киричков, Виталий Сергеев, Губерния 33.